Глубоко уважаемый визитин, глубоко уважаемые коллеги, доброе утро. Доклад на тему цитологической диагностики рака мочевого пузыря. Исследование мочи на атипические клетки применяется в клинической практике 1945 года. Основоположник метода был вообще основоположник клинической цитологии доктор Георг Папа-Николавов. И несмотря на существующие недостатки, метод по-прежнему используется в онкоурологии и на сегодняшний день не имеет серьезной артринотивы. Более того, в 2014 году в Париже на Международном совещании по урологическим заболеваниям было рекомендовано прямое внедрение в практику патолого-анатомов-цитологов исследований уринарных цитологических мазков как в целях скрининга пациента с корсуновой мочевого пузыря, так и для мониторирования данного заболевания. Предложены типы цитологических заключений, так называемая парическая система. В соответствии с рекомендацией Европейской ассоциации урологов, при первичном контакте пациенту с подозреваемой опухолью назначается трехкратное исследование мочи на атипические клетки. Если опухоль выявлена впервые по данным УЗИ малого таза или МРТ, обязательно, если у пациента есть гематурия или дезурия, и если пациент находится на динамическом наблюдении по поводу артериального рака мочевого пузыря. Способы получения материала из мочевого пузыря давно известны. Самый простой способ – это свободно выпущенная моча, при этом имеет массу недостатков, как правило, клеточность невысокая и, может быть, их плохая сохранность. Моча при катаризации – это лучший вариант, но это уже инвазивная процедура, есть определенный дискомфорт для пациента, ну и какой-то риск воспаления. Смывы из мочевого пузыря – это один из лучших вариантов, самый презентативный материал для цитологов, там будет высокая клеточность, но недостатки те же, что и при моче при катаризации. Хотя, конечно, это все дискутабельно, я думаю, что если уролог идет к диагнозу, то, в принципе, нужно использовать смыв. Статологическое исследование мочи на атипические клетки. Есть, безусловно, плюсы, есть и минусы. Из плюсов можно сказать, что охватывается весь уротериальный тракт, то есть можно выявлять опухоли лоханки, мочеточника. Эффективен выявление карциномы ин-ситу и карцином хай-грейд. Метод может быть дополнен дополнительными исследованиями, но эти дополнительные исследования, иммунофлюоресетные, морфометрические, конечно, ведут к удорожанию теста, к удлинению времени исследования. При этом остается высокая частота ошибочно-отрицательных результатов, и метод требует высокой квалификации специалистов. Не в каждой лаборатории найдутся люди, которые, так сказать, владеют досконально этой методикой. Правила сбора и доставки в лаборатории мочи для цитологического исследования. Следует сказать, что во многих руководствах отечественных указано то, что нужна именно утренняя порция мочи. На самом деле, это не самый подходящий вариант из-за выраженных интегеративных изменений клеток. Лучше всего моча, который получен через 3-4 часа после последнего мочеиспускания. По рекомендации экспертов парижской группы, для исследования наиболее подходит последняя порция мочи, объем которой должен быть не менее 30 мл. Там вообще исследуется, так сказать, очень серьезный объем. Ну вот эксперты приходят, что этот объем оптимален. Моча должна быть доставлена в лабораторию немедленно. Может до суток храниться в холодильнике. Если больше, то ее надо фиксировать 50% метанолом. Но все это уже, по сути, форс-мажор. То есть, я думаю, что мы можем так выстроить логистику в своих учреждениях, чтобы моча доставлялась в лабораторию быстро. На современном этапе простое метод центрифугирования уходит в прошлое. Применяется, как правило, исследование цитоспин препаратов, а также методики жидкостной цитологии, фенпреп и другие технологии. То есть, нужны специальные процессоры. Опять же, не в каждой лаборатории такие процессоры есть. Такие технологии позволяют делать монослойные препараты, в том числе для иммуно-стохимического исследования. Вот на стимке различные процессоры для жидкостной цитологии. Мы используем в своей работе центрифугу цитоспин-4. В принципе, она нас полностью устраивает. Получаются монослойные хорошие мазочки. То есть, на ограниченном участке препарата максимальная клеточность. Выказывая, так сказать, этот слайд, я просто хотел обратить внимание на то, что существует два пути развития рака мочевого пузыря. И те раки, которые идут по диспластическому пути, образуются вследствие этого механизма, они для цитологов как раз оптимальный вариант. То есть, раки, в которых присутствуют клетки с высокой клеточной анаплазией, то есть, атипичные клетки, и есть межклеточные связи плохие, клетки хорошо случиваются в мочу, и их легко идентифицировать. Что касается карцином low-grade, то есть, карцином, который большей частью популярные карциномы, здесь как бы все наоборот. Эти клетки довольно-таки плохо случиваются в мочу, и при морфологическом исследовании практически неотличимы от нормальных, поэтому с ними работать тяжело цитолог. Ну, соответственно, чувствительность уринарной цитологии нарастает в зависимости от степени клеточной анаплазии. Парижская система типы цитологических заключений аналог системы B-теста для щитовидной железы. Здесь вот, так сказать, большой вклад в популяризацию этих типов заключений и этой системы сделали наши коллеги из Москвы, в частности, Савостикова Марина Владимировна с коллегами. И, надо сказать, что многие уже используют эти типы заключений, и, в принципе, на практике это работает хорошо. Парижская система в 2016 году вышла пособие вот такое, ну, или атлас, можно сказать, выпущенный фирмой Springer, издательством, в котором расписано подробно, как эти типы заключений использовать, как применять на практике. Первая группа – это недиагностически неадекватный материал. Ну, клеточные элементы в препаратах отсутствуют, и, либо, может быть, эта моча была доставлена несвоевременно в лабораторию, и все лизировано, отвечать там, собственно говоря, и смотреть нечего. Цитограмма – негативная параториальная карцинома в высокой степени злокачественности. Вот эта группа, по сути, новелла для нашего отечественной, как бы, ну, классификации цитологической, поскольку мы привыкли отвечать, что опухолевые клетки не обнаружены в принципе. Эксперты парижской группы предлагают акцентировать внимание на то, что не обнаружены клетки уротериальной карциномы high-grade, а клетки low-grade теоретически могут быть либо пропущены, либо они вообще не случились. То есть, собственно говоря, их нет, но карцинома-то на самом деле есть. Поэтому нужно сделать вывод о том, что мы не видим клеток high-grade. А типичные уротериальные клетки – это такая группа заключений, ну, когда цитолог не может точно определиться. Вроде как клетки атипичные присутствуют, но трактовать их сложно, особенно когда, допустим, пациенту проведено какое-то лечение. То есть, была там БЦЖ-терапия, были, есть сопутствующие патологии, там, пристателей железы. В общем, в ряде случаев определиться цитологу сложно, тогда можно сформулировать заключение атипичной уротериальной клетки. Ну, практика показывает, что если в динамике делаются еще исследования цитологические, если делается смыв, то все-таки приблизиться к диагнозу возможно. Тем более, что вот эта группа, все-таки на нее нужно обращать внимание, поскольку практически чуть ли не в 37% случаев рак-то все-таки там бывает. Четвертая группа подозрений на наличие уротериальной карциномы высокой степени злокачественности. То есть, мы, в принципе, видим раковые клетки, но в моче их недостаточно для диагноза, их немного, но они могут быть с дистрофическими изменениями, могут быть другие какие-то проблемы диагностики, и, соответственно, как бы диагноз звучит как в предположительной форме. Ну, а сказать, что во многих зарубежных статьях группа подозрений и группа артериальной карциномы high-grade как-то объединяются, когда вот считается чувствительность метода. Уротериальная карцинома низкой степени злокачественности, low-grade, здесь следует сказать, что вообще-то эта группа очень сложная для цитологов, и, может быть, наверное, здесь проще говорить о подозрении на уротериальную карциному low-grade, потому что критерии какие-то вот четкие для диагностики этого типа опухоли ни в одном из отечественных зарубежных руководств, но вот четко не обозначены. Уротериальная карцинома высокой степени злокачественности. Сюда же, в принципе, входит и карцинома инситомычевого пузыря. С этим как раз у цитологов проще. Эта группа заболеваний диагностируется хорошо в препаратах мочи. Другие злокачественные опухоли, первичные и вторичные. Их много, но как раз эта классификация для чего? Для того, чтобы обозначить возможности цитологического метода. Ведь все-таки это не гистология. Мы не можем каждую клетку, особенно слущенные клетки, которые обработаны на центрифугах и так далее, трактовать ее морфологию досконально. Все атипичные клетки, которые предположительно не клетки переходно-клеточного рака, вот относятся к этой категории. Мы видим атипичные клетки, но не указываем конкретную нозологическую форму или гистотип, гистогенез. Цель нашего исследования сегодня оценить эффективность цитологического метода исследования мочи в диагностике рака мочевого пузыря. Я бы здесь еще добавил, что в условиях специализированного онкологического стационара. Материалы и методы. В лаборатории цитологии неонкологии за три года выполнено порядка тысячи исследований мочи на атипические клетки порядка у 600 пациентов. В каждом случае было сделано около двух исследований. Среди пациентов было 63% мужчин, 36% женщин, средний возраст пациентов 60 лет. Исследовалась, как правило, свободная общечная моча, производилось ее двойное центрифугирование сначала на обычной центрифуге, затем на центрифуге цитоспин и делались монослойные препараты, которые окрашивались методом гематокиселином Майера и Азина. Оборудование лаборатории хорошее на современном уровне, стаж работы большинства врачей превышает 20 лет. Иммуноцитохимические исследования мочи выполняются на иммуностейне. Цитологические сопоставления, это контроль качества цитологических исследований, производятся в лаборатории ежегодно, наверное, с момента основания лаборатории. С 92-го года ведется компьютерная база данных цитологических исследований, что, в общем, облегчает эту задачу. Результаты в целом цитологического исследования мочи такие. В 70% случаев опухолевые клетки отсутствовали, в 12% подозрения на рак, и рак был поставлен у 18% больных. Значит, цитогистологические сопоставления из этой группы проведены у 33% пациентов это 196 больных, те, которым была сделана биопсия или была операция. Результаты цитологических сопоставлений оказались следующие. Пациентов было 196, злокачественных процессов гистологически установлено 134, доброкачественных 62. Злокачественный процесс у пациентов с раком мочевого пузыря был достоверно цитологически установлен 64% больных, подозрения на рак еще у 23, и ложно-отрицательные заключения составили около 12%. При доброкачественных процессах ложно-положительное заключение было одно у пациента с хроническим циститом, 11% подозрений на рак, которые гистологически не подтвердились, и 87% достоверно были обнаружены доброкачественные процессы. Сопоставление с гистологическими заключениями с гистологической формой опухоли показало высокую чувствительность гистологического метода при карциномии high-grade и карциномии in situ ложно-отрицательные заключения составили всего 6%. С уритериальной карциномой low-grade здесь все с точностью наоборот, ложно-отрицательные заключения порядка 53%. Доброкачественные процессы в принципе с ними с диагностикой все в порядке, за исключением того, что уритериальная папиллома, в которой было 5, ни разу не была диагностирована в препаратах мочи. Показатели эффективности цитологического исследования выявления уритериального рака чувствительность оказалась 84%, при раке high-grade 94%, low-grade 30%, карцинома in situ 100%, но их было всего 4 случая, поэтому тут, конечно, сложно о чем-то говорить. Специфичность метода высокая 98%, эффективность 89%, и здесь хотел бы еще сказать, что отдельно проанализированы случаи подозрений на рак, если цитолог делает заключение о подозрении на рак, то в 82% случаев это оказывается рак, и примерно где-то 18% доброкачественные процессы, в нашем случае это разной формы циститы. Чувствительность, специфичность цитологического метода исследования по данным различных авторов. Здесь те же самые тенденции, значит, high-grade карцинома более высокие цифры, low-grade более низкие, карцинома ин-ситу на уровне high-grade карциномы, и многие авторы дают очень высокую чувствительность, порядка 98%. У нас чувствительность выше, чем в этих исследованиях, но когда я готовился к конференции, нашел еще другие данные, где тоже дают высокую чувствительность, во-первых, во-вторых, здесь еще есть вариант такой, что у нас все-таки больше пациентов high-grade, то есть пациенты идут за высокотехнологичной помощью, и приходят более сложные пациенты, вот такие вот. Итак, клинический пример. Мужчина 60 лет, при статологическом исследовании, у пациента была гематурия, он был еще не обследован, при статологическом исследовании среди эритроцитов, так сказать, мы видим, что есть и морфологическое подтверждение гематурии, обнаружив такие нежные сосочки, папиллярные, трехмерные, но опухолевые клетки здесь как бы не имеют значительной степени АТП, полиморфизма, диагноз был выставлен в предположительной форме, пациенту выполнена впоследствии цистоскопия, биопсия, подтвержден уротелиальный рак low-grade. Уротелиальная карцинома high-grade с инвазией мышечной стенки мочевого пузыря, метастазами в печень. Здесь вот слева на слайдах представлены опухолевые клетки, крайне атипичные, диагноз поставлен в утвердительной форме, ну и на вот этих препаратах мы попробовали делать иммунно-стохимические исследования на иммуностейнере, определить экспрессию белка P53 и HER2-NEO. Значит, есть работы, в которых указывается, что если есть сочетание экспрессии P53 и HER2-NEO пациентов, то это как бы в прогностическом плане негативный фактор, то есть ведет к более частным рецидивам и метастазированиям. Ну, в данном случае мы видим практически тотальное окрашивание P53, однако отсутствие экспрессии HER2-NEO. Следующий случай также много раз рецидивирующий рак мочевого пузыря, атипичные опухолевые клетки, мы видим практически тотальное окрашивание P53 в препаратах и слабую экспрессию HER2-NEO, то есть не во всех клетках и, в общем, неполная реакция. Следующий пациент уротелиальная карцинома high-grade с инвазией всех слоев стенки мочевого пузыря. Здесь опять же есть тотальная экспрессия P53. Прогнозы пациента не очень благоприятны. Изначально ему дело кончилось эксерпация мочевого пузыря с илокондуитом по брикеру. Здесь у этого пациента мы также наблюдаем HER2-NEO гиперэкспрессию. Но пока еще мы только начинаем эти исследования, поэтому как-то здесь просто я хотел показать, что вообще теоретически возможно на препаратах мочи выполнение вот этих иммунстохимических тестов. Результатов пока мы не представляем. Также и другие раки выявляются, кроме переходно-клеточного в цитологических препаратах. Иногда гистологическую форму можно поставить, иногда можно только лишь констатировать наличие опухоли. В данном случае вот пример диагностики плоскоклеточного рака мочевого пузыря. Иногда обнаруживаются опухолевые клетки, которые вообще очень сложно как-то распознать, потому что они атипичные, но они среди детрита, среди крови как-то вообще их сложно интерпретировать. Но указать на них цитолог обязан, и когда клиницисты на это реагируют правильно, то пациент дообследуется и устанавливается правильный диагноз. В данной ситуации у женщины 77 лет пациентка была дообследована, установлен диагноз леями сарково-мочевого пузыря. Надо сказать, что циститы хронические это вообще камень предкновения для цитологии, то есть гипердиагностика рака по циститам случается практически во всех лабораториях, при циститах, скажем так. В данном случае вот тоже пациентка, у которой был изначально рак мочевого пузыря, мы предполагали, что все-таки может быть есть рецидив, было выставлено подозрение на рак, оказался хронический цистит. Иногда при циститах встречаются настолько атипичные клетки, вот представлено на слайде, это фактически клетка с аноуплоидным ядром, то есть она весьма атипичная, но однако диагноз подозрения на рак в данной ситуации как бы не подтвердился, оказался жилеистый цистит. И наконец выводы. Цитологический метод выявления рака мочевого пузыря может быть весьма эффективен, чувствительность метода 84%, специфичность 98%, эффективность 89%. Хотел бы подчеркнуть, что все-таки это в условиях специализированного онкологического стационара. Чувствительность варьирует от 30% при карциноме low-grade до 94% при карциноме high-grade. При этом метод требует хорошей правоподготовки, квалификации врача-цитолога, информации о пациенте, данных инструментальных исследований. При отрицательном результате цитологии клиническом подозрении на опухоль нельзя ограничиваться только исследованием мочи. Необходимо исследовать смывы, особенно при проведении цистоскопии. И метод может быть дополнен результатами иммунстохимического исследования, например, исследованием экспрессии P53, H2N, K67, P16. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы есть какие-нибудь? У меня вопрос. При кистологическом исследовании рака мочевого пузыря обычно есть такая опция пересмотра стекол независимым экспертам. В этой связи у меня вопрос. При цитологическом исследовании насколько доля субъективизма врача, который смотрит, и есть ли человек, который может пересмотреть эти стекла и дать другое заключение? Теоретически такая возможность существует, конечно, но чаще всего это делается следующим образом. То есть ретроспективно проводятся цитогистологические сопоставления и как бы пересматриваются препараты, в которых были расхождение, производится, так сказать, вот такой круглый стол в лаборатории, обсуждаются, работают над ошибками и в дальнейшем как бы стараемся избежать этих ошибок. Но цитологическое исследование мочи это не самый простой вариант исследования, не самый простой материал. Где найти хорошего цитолога? И сколько нужно работать цитологом, чтобы ему можно было доверять? Вообще на самом деле есть работы зарубежных авторов, которые говорят о том, что стаж работы цитолога вообще никак не влияет на выявляемость раконичного пузыря. Но честно говоря, я бы поставил этот инфицирование. Спасибо большое. Пожалуйста. Микрофон, будьте добры. Девушки, микрофон дайте, пожалуйста. Сейчас, секунду. А вот же, вот стоит микрофон. Благодарю за интересный доклад. Андрей Александрович, как всегда, блистательный. Но я представляю лабораторию клинической цитологии Российско-онкологического научного центра имени Блохина. И мы уже в течение как раз вот уже второй используем парижскую систему, где используем критерии, представленные именно в парижской системе. Надо сказать, что мы тоже используем жидкостные технологии, и уровень нашей чувствительности при облигении хайгрей, это практически 100% при использовании концентрации цитоспин и смылов. Что я хотела спросить. При исследовании мочи вы используете двойное центрифугирование, вы смотрите всю мочу или часть мочи? Потому что, как показывает практика, сегодня мы используем именно метод максимальной концентрации с просмотром всех клеток, которые попали в свободно выпущенную порцию мочи. И еще один вопрос. Вопрос о троекратной исследовании. Потому что, по нашим данным, в 8% троекратное исследование повышает уровень постановки диагноза прицельного. Используете ли вы в своей практике это? Спасибо. Первый вопрос. То, что касается центрифугирования всей мочи. Наверное, все-таки мы не всю порцию мочи исследуем. Делаем в основном осадок. Моча постояла, дала осадок какую-то часть, ну, скажем, треть той порции, которую прислали. Мы помещаем в обычную центрифугу, концентрировали, и потом дальше уже отрабатываем цитоцентрифугу. Технология немножко другая. Возможно, то, о чем вы говорите, Валерий Владимирович, это более оптимальный вариант. Это первое. Второе. По поводу троиградного исследования. И вот я представлял там на слайде, что пациентам было в среднем выполнено где-то два исследования. Все знают о том, что нужно делать троиградное исследование, но, к сожалению, мы же ведь не работаем с тем материалом, который нам дают. Поэтому, просто, это, как бы, скорее, больше плового вопроса. Нужно просто четко назначать все исследования. Для того, чтобы у нас было этот материал, было этот материал. Еще один вопрос. Андрей Александрович, у пациентов, у которых хронический цистит, есть проблемы с диагностикой. Иммуногистохимические исследования вы делаете в этом случае или нет? Вообще, иммуногистохимическое исследование в качестве гистохимической или цитохимической? Ну, на хер-2. В данной диагностике вообще, конечно, актуально иммуногистохимическое исследование. Допустим, использование цитохератина-20 других маркеров и иммуногистохимическое исследование сложно использовать, особенно при циститах, там будет большое количество воспалительных компонентов и так далее. То есть, вообще, дополнительные маркеры считаются, что они дают плюс чувствительности, но часто, так сказать, дают минус по специфичности и здесь чревато все гипердиагностикой. Спасибо. Просто эту тему я немножко добавлю. Действительно, хронические циститы – это проблема, но есть большое но. Когда мы используем клеточные элементы всей мочи, мы знаем соотношение клеток при хронических циститах и при карциномах. При карциномах клеточность всегда выше. Мало того, если мы видим воспалительный фон, это уже не в пользу карциномы. И, конечно, я только хочу сказать, что цитологи, которые работают с урологами и часто смотрят соответствующий материал, они, безусловно, хорошо знают эту патологию и очень создается хороший тандем для постановки диагноза при первичной диагностике. Поэтому посылайте своим цитологам, они будут знать эту патологию, потому что разработаны четкие критерии соотношения ядра и цитоплазмы, край ядра и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что надо просто эту работу пересылать и все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я могу сказать одно, что, к сожалению, как уже было отмечено, высоко квалифицированный цитолог в нашей стране это редкость. В свою очередь это вызывает отношение урологов к этому методу диагностики. И это запнутый круг. И поэтому его надо разрывать. И это, безусловно, неотъемлемая часть улучшения диагностики рака мочевого пузыря. Поэтому для этого мы собираемся. Поэтому спасибо вам за рекомендации. И думаю, что в первую очередь это проблема поликлинических урологов и онкоурологов, которые наблюдают пациентов после операции и должны направлять пациентов на цитологические исследования. Спасибо. Продолжение следует...